Здравствуйте! Сегодня мы продолжим тему психологии цвета и начнем с королевского красного. Красный цвет это динамика и страсть. Женщина в красном платье всегда заметна. Красный нужно надевать тогда, когда вы хотите обратить на себя внимание, быть в центре событий. Но при этом, если вы хотите установить контакт и расположить к себе собеседника, лучше выбирать более мягкие оттенки красного, потому что насыщенный красный способен не только привлекать внимание, но и психологически подавлять. Это очень авторитарный цвет. Красный цвет любят холерики, а большей части стран Азии символизирует замужество, счастье и благополучие. Люди в красной одежде кажутся более солидными. На работе избыток красного может привести к нервозности. Небольшой элемент красного в одежде может подчеркнуть смелость и энергичность. Добавьте в свою жизнь этот цвет, если вам не хватает энтузиазма и интереса к вашей жизни. Давайте поговорим о розовом цвете. Как раз на мне розовое платье. Цвет нежности и любви. Когда девушка надевает одежду розового цвета, у мужчин пробуждается желание оберегать ее и защищать. Розовый цвет вызывает нежные чувства. Среди мужчин розовый цвет выбирают только самые уверенные в себе. Для деловой сферы цвет категорически не подходит, потому что может ассоциироваться с наивностью и легкомыслием. Что касается белого цвета, королевского цвета, символ чистоты и легкости. Психологически он гасит раздражение. Белая одежда торжественная и нарядная. Поскольку белый очень маркий цвет, в отличие от остальных цветов, он не так часто фигурирует в повседневном гардеробе. Поэтому белый цвет всегда обращает на себя особое внимание. Во всем мире белый флаг является символом примирения. Я думаю, вы об этом слышали. Очень яркий белый цвет у некоторых может вызвать чувство тревоги и дискомфорта. В то же время этот цвет способствует ясности и свежести мысли. И напоследок черный цвет. Черный цвет элегантен, но он не бросается в глаза и не выдается из толпы. Положительные ассоциации, изысканность, изачество, достоинство и таинственность. В Китае, как ни странно, этот цвет для маленьких детей. В Азии символизирует карьеру и знания. А в Японии это бунтарский цвет. Черный цвет укрепляет волю и помогает сконцентрироваться. Я надеюсь, что информация, с которой я с вами поделилась сегодня, поможет вам подобрать лук подходящего цвета. До новых встреч! С вами была Эльвира Гаврилова.